Всем привет! С вами Тормот и мы продолжаем играть в замечательную игрушку City Skyline И из последних новостей, если вы посмотрите, то у нас теперь 4000 из 60 И также во всех остальных учреждениях Из-за чего это произошло и что же именно произошло Это я отключил мод реалистичное население И он у нас уменьшил его до стандартов стандартной игры Ну то есть если там в доме должно быть 20, то 20 60 значит 60 Зачем это пришлось сделать? Именно из-за того, что модификация райку несовместима с этим модом Точнее она совместима, но выдает очень интересные цифры Если вы помните, то у нас в нашем торговом центре было 17000 Когда я начал пытаться изменить их, там стало еще больше Короче, закончилось на том, что количество людей не уменьшалось, а прибавлялось на ту сумму, которую я хотел изменить А минус нельзя добавить Ну поэтому 80000 посчитал, что уже слишком С моими экспериментами в этой башне И Решил данную модификацию убрать И вот я сейчас только-только загрузился без данной модификации И решил записать и показать, что же у нас происходит Сейчас у нас будет огромный отток людей И, конечно же, начнется заполняться промышленность Тут у нас и обычная, и горная промышленность И я даже думаю, сельскохозяйственная тоже начнет заполняться Ну и давайте посмотрим, как это будет происходить У нас, кстати, сегодня Да, будет матч Да, мы уже три матча выиграли Но боюсь, что с этим матчем мы с вами можем Этот матч мы можем пропустить Если кто-то не знает, от чего зависят победы или поражения То тут, на самом деле, все, механика игры очень простая Видите, количество посетителей 750 Если вы наберете полностью То у вас намного больше шанс процента того, что вы выиграете Чем меньше посетителей доберется Тем меньше шанс того, что вы выиграете Все элементарно Вот А, ну вот, кстати Это что у нас там такое За табличка-то вылезла А, ну вот она, я все понял Это она Запуталась табличка Короче, не хочет убираться Так, ну и Скорее всего С такими Изменениями Да, вот смотрите Вот идет отток людей У нас будут происходить разные Непонятные ситуации в городе Поэтому, скорее всего Эту серию мы сейчас с вами будем смотреть Да, вот смотрите Везде не хватает Образованных работников А куда все образованные работники делись? Здесь воды У нас вода Кончилась Ух Смотрите, как у нас Одно на другое Ладно, ставим на паузу И начинаем решать все проблемы О, вот здесь кладбище нужно освободить Так, какой-нибудь Давайте вот отсюда И проведем воду С отоплением все хорошо Сейчас снимаю с паузы Чтобы увидеть, насколько прибавится И вижу, что недостаточно Прибавляем еще И вешаем трубы Да, ну вот уже мы вышли Нормально становится Но я думаю, все равно нам нужен какой-то запас Давайте мы сделаем еще запас Вот Если кто-то не заметил Я вообще-то здесь Пока экспериментировал Решил немножечко поделать набережные Вот Просто тут Сделал так красиво Эти набережные Переставил порт Немножко еще Вглубь Вот такое вот у нас теперь Здесь Да, вот они теперь нормально Отъезжают отсюда Особо сильных Запуток нет Но все равно Они сюда иногда вереницы приходят Вот как эти двое идут Вот эти Да, слишком-слишком Большая Это у нас пассажирские поезда ходят Ладно Давайте смотреть Что у нас дальше сейчас вылезет Я уже Да, вижу, что сжигания отходов Безумно не хватает Притом настолько сильно не хватает А почему вы не работаете Я вот Давайте-ка мы Ну-ка Заработаете вы Если вас вновь поставить Какая-то у нас беда С сжиганием отходов Хотя здесь Смотрите Он великолепно работает Ну давайте мы Наверное Может быть еще один Здесь поставим Ты включишься Интересно Ну вот машинка Из него выехала Я это вижу Но чтобы он сам включился Какие-то Какие-то проблемы У нас с вами В нашем городе Все равно Смотрите Написано Не работает В нормальной эксплуатации Здесь все Все замечательно Скорость обработки Мусороповозов Используется 34 Не работает Ладно Возможно После загрузки Это все включится Хотя Вот 6 7 Но я же вижу Что мусоровозы Используются Ну у нас потребность В жилых зонах Пропала И у нас Огромнейший минус Кстати Вот минус Мне вообще Не нравится Нам нужно попытаться Решать эти проблемы Здесь начинают Появляться Первые Домики Минус 30 Недельный доход Да Смотрите Как мы Да Это меня Наверное Вынудит Сделать Еще Один Большой Большой Здесь Наверное Район Я имею ввиду Это будет Деловой У нас же это было Деловые Башни Сколько там Человек-то осталось Еще Ну а смотри Как они медленно Отсюда выезжают Ладно Деньги у нас есть Я надеюсь Мы Переживем Этот кризис Наверное Так и назову Серию Кризис У нас тут Куча пожарных Кстати Что у нас По пожарным Ну ладно Пожарные Еще Есть конечно Места Но с пожарными Намного лучше Чем вот С мусором Меня мусор Больше беспокоит Тут какая-то Беда Именно С С работой Мусорок Блин Я даже не знаю Давайте Давайте наверное Еще свалок Поставим Тогда уж И сделаем Это Давайте вот так Свалки Начинают Сразу же Работать Со свалками Все хорошо Ну надеюсь У них вот Отсюда Есть Очень неплохой Шанс У меня даже Родилась Еще идея Давайте-ка Мы их На шоссе Прямо Со свалки Выгонять Вот таким Вот образом Да Отцепись Пожалуйста Вот Покажи Как это Выглядит Нормально А теперь Направление Указываем Так Ну здесь У нас Уже Вереница Идет Туда Ну да Вон они Мусоровозы Поехали Надеюсь Они справятся А мы С вами Доделываем Дорожку Так Так Я хотел Чтобы Они Только Выезжали На нее Чтобы У нее Был Лучший Способ Выезда И Быстрее Они Добирались До места Ой Тут Какой-то Кусочек Остался Там Там Нет Соединения Ну вот Надеюсь Дорожку Из-за кризиса Будем считать, что у нас Наступил кризис Не знаю, нужно ли там, но заодно Тоже проведу, пускай будет Потому что у нас сейчас Здесь будет Да, вот это все Нефти Обычная промышленность Горная промышленность Сельское хозяйство Вон все заказано Кстати, вот тут тоже закажем Сельское хозяйство О Ну да, они очень Медленно как-то Выезжают А вот из этих зданий Нет, здесь смотрите Работников 500 из 500 Это здание Такое плодотворное Здесь 160 из 100 Здесь почти уже все уменьшилось Ну, больница Тут все понятно В научном центре Так ничего нету Здесь никого Ничего И никак Так Так Ну, ладно Уже 93 тысячи У вас отопления, что ли, нету? Ну-ка, давайте проверять А, у нас емкости Отопление Кончились Нифига себе Вспомнить бы, где я их ставил Где у нас шло отопление Где-то здесь Вот они Раз, два Сейчас мы здесь еще и третью поставим Так, ну давайте это уберем Пускай они с той стороны ездят Два заезда с двух сторон Не обязательно Вот С этой стороны будут заезжать И отсюда уже уезжать А здесь мы с вами ставим Отопление Да, вот теперь Отопление есть Ладно, следим дальше за нашим Уже 93 тысячи Это то есть получается, что на стандартном моде Население намного выше Чем нежели на реалистичном населении Потому что я же ничего не строил Я просто выключил И где-то что-то начало работать Здесь у нас больные Кстати, а что у нас по медицине Получается Ну доступ Доступ медицины Намного лучше Нет, с медициной все нормально Только здесь давайте поставим Где-нибудь еще крематорий Ну вот как-то вы неудачно здесь начали Вам не кажется, ребята У вас здесь не будет электричества Я сюда специально везти для вас лично Не буду Как-то там Не особо нехорошо обдумали этот здесь вариант Ну вот, вот, вот Сюда почему бы вы не въехали Сюда, например Ладно, ждем дальше изменений Что нам еще подкинет наш город Ну, да По преступности все хорошо О, кстати, я смотрю По начальным школам у нас все стало тоже Не очень хорошо Давайте добавим Начальную школу И еще одну где-нибудь здесь Вместе с Я так думаю Хотя кладбища и так уже хватает Можно еще одно кладбище в промзоне поставить Вот тут где-нибудь, например Вот, смотрите, как мы всех порадовали Ну вот, это же все катафалки Ладно, ждем пока Кризис пройдет Мы вылезаем Уже 93 тысячи Серия получается, конечно Не особо продуктивный Но Но зато информативный Потому что Если вы захотите сразу же играть С этим модом Реалистичное население Знайте Что если по каким-то причинам Вы его снимете Может произойти Большая-большая беда Так Ну здесь это железнодорожный переезд Он Понятно, что будет перекрывать Давайте здесь тоже сделаем Как мы до этого сделали С набережной Точно так же Чтобы позволить им не туда ехать А сразу же вот на эту развязку выезжать И да Наверное Сейчас я Время Как-то все Сейчас, секундочку Подождите Сейчас поставлю на паузу Так, ну вот Продолжаем Так, поярче Посветлее И мы делаем с вами Заезды и съезды здесь Точно так же Как и там С набережной Помните Мы делали с вами Значит Здесь мы делаем съезд Сейчас Ctrl-B Только сделаю И Сюда А здесь мы делаем заезд У нас здесь Мешается Немножечко Железная дорога Ну и Ой Какая линия Электропередач Но мы Сейчас С вами Переделаем Вот так вот Сделаем А это Снесем Вот Теперь здесь Такой Надо снять с паузы Проводим Тоже Набережную Тринадцать высота Как-то ты Изогнул Нам такая Нам такая Не нужна Нам достаточно Вот так вот Так Так Сейчас там люди съедут Я думаю Проблем Проблем не будет С этим А мы с вами Доделываем Нашу Набережную Так Так И вот так Выключить Вот Теперь у нас Будут они Здесь Выезжать Часть Переезд Переезд С этим Перекрестком Многие 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 Задают Вопрос Почему Ты Им Не Занимаешься Почему Ты Не Сделаешь Нормальный Здесь Пока Нет Смысла Давайте Дождемся Пока Все У нас Здесь Увеличится Я хочу Посмотреть Количество Машин Где Будут Какие Проблемы И Потом Уже Все Это Решать Потому Что Два Порта Шоссе Я даже Думаю Что Может быть Не здесь Сделать Главную Развязку И выезд То есть Не тут А Перенести Это Все Вот Это Все Вот Соединение Может быть Даже Куда Вот Сюда Но Это Я говорю Это Только В голове Пока Что Гуляет Я Еще Не Определился Как Именно Это Будет Происходить Но Есть Такие Разные Моменты Которые Хотелось Бы Вначале Посмотреть Как Это Будет Все Вместе Работать А Потом Уже Это Надо Будет Настраивать Сколько У нас 5500 И 5190 Ну Нормально Только Я не вижу Чтобы Здесь Особо Люди Въезжали На Сельское Хозяйство И То Больше Народу Смотрите Какое Здесь Сельское Хозяйство Клоники А Сюда Еще Никто Не Въехал Дальше Ну Слишком Слишком Медленно Покидают Они Наши Башни Здесь Еще 2000 Осталось Можно И Конечно Поторопить Но Мы Не Будем Ну И Да И Вот Они Все Кричат Продукции Не Хватает Продукции Не Хватает Так Производите Есть Места Где Производить Производите Продукцию Без Проблем Вот Здесь Продукции До Хрена Хотя Скорее Сего Вы Сейчас Все Это Просто Закупаете Экспортом Ой Да Импорт Товары Ну Так И Есть Импортируют Только Тов До Хрена Товаров Хотя Могут И Сами Все Это Производить Ладно Ждем Следим Надеемся Вот Тут У нас Пробки Вот Кстати Как Наша Набережная Здесь Получилась Я Все Так И Не Смог Этот Бугору Устранить Ну Ни В Какую Он Мне Не Дается Да Товаров Хотят Товаров Магазины Город Есть Магазины Есть А товаров Нету И Я Думаю Где Бо Нам Деловую Зону Сделать Вот Этот Момент Меня Тоже Сейчас Волнует То Что У Нас Нету Деловых Зон Давайте Может Вот Этот Кусок Мы Сейчас С Вами Сделаем Как Деловые Зоны И Посмотрим Будет ли Это Не Понял Почему Теперь Все Понятно Ладно Ладно Означаем Деловые Зоны Сейчас Пока Что Не буду Ставить Здесь Ни Парки Ничего Такого Обойдутся Когда Заедут Тогда И Будем Уже Решать Эту Проблему Что Кому Нужно Будет Так Ну Давайте Посмотрим Вода В первую Очередь Водичка В деловых районах Нужна Будет Вода Ну Так Пока Хватит И Посмотрим Что У нас С этого Получится Я Пока Что Поставлю На Паузу Для Того Чтобы Ну Для Того Чтобы Вас Не Мучить Ожиданиями Что Произойдет Не Поверите Вот И Первое Здание В Эксплуатации Ну Там Тебе Понятно Это Полицейский Учатся Который Не Работает Без Электричества Вот Это Наш Первое Здание Да Ладно Мы Сейчас С вами Продолжим Держать На Паузе И Я Быстренько Приведу Им Сюда Электричество Чтобы Они Не Жаловались Ну Что Наш Райончик Немножечко Подрос Посмотрите Как Оно Теперь Получилось Вот Это У Нас Наш Офисный Центр Назовем Его Так Но Я Обнаружил Пока Оно Здесь Устроилось Я Здесь Смотрел По Разным Табличкам И Вот Нашел Вот Такую Штучку Посмотрите Показано Сколько У нас Населения Сколько Трудоустроенов И Доступно Вакансии Уровень Безработицы У нас 24% В городе С ученым Того Что Здесь Уже Почти Не осталось Народу Еще Сотенка Здесь Выедет Но В любом Случае У нас Очень Большое Количество Недостает Людей Поэтому Мы С вами Начнем В следующей Серии Не в этой Мы Начнем В следующей Серии Вот эти Места Делать Как Дополнительные И сюда У нас Будут Ити Железнодорожные Станции Так Для того Чтобы нам Это сделать Нам нужно Придумать Место Где мы С вами Поставим Наш Красивый Железнодорожный Вокзал У него Может Выходить Три Направления Нужно Его Придумать Где Бы Поставить Так Чтобы Прям С него Потом Люди Могли Бы Отправляться В разные Места Так Ну вот Этот Вокзал Кстати Можно Попытаться Использовать Да Наверное Мы Так И Сделаем Мы Именно Приспособим Вот Это Место Вокзала Как Центральный Вокзал Давайте Все Все Это Переделаем Так Ставлю На Паузу Потому Что Сейчас Все Это Придется Сносить Так Также Деревья Здесь Несем Чтобы Они Нам Не Мешали Это У нас Люди Которые Ждут Ну Пускай Ждут Так Вот Они У нас Тут Встали Теперь Нужно Провести Дорожку А Здесь У нас Односторонняя Идет А Зачем У нас Здесь Односторонняя Особого Смысла Односторонней Здесь Вообще Не Вижу Так А вот Тут Мы Проведем С вами Да Дорожку И Центральный Вокзал Будет Подходить Сюда Выбираем Наш Вокзал Вот Так Вот У нас Будет Проходить Центральный Вокзал Ну Честно Сказать Очень Красиво Выглядит Здание Даже Хочется Где нибудь Здесь Сделать Украшение Давайте Так И Сделаем Вот Это Мы С вами Сейчас Спрячем Выберем Железную Дорогу К сожалению Видите У меня Всего Одна Железная Дорога Когда Вы Ставите Модификацию Направления Движения Вот Эти Стрелочки Показывают Они Между Собой Конфликтуют Поэтому Тут Нужно Будет Делать Аккуратно Не Совсем То Что Я Хочу Я Хочу Чтобы Он У Нас Опускался Вот Так Вот Девять И Там До Нуля Да Конечно Небезопасный Разворот Здесь Получается Но Ну Это Все Решаемое Сейчас 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 Я просто Хочу Чтобы Здесь Был Нормальное Было Здесь Нормальное Соединение Зелаем Вот Так А Вот Теперь Пока Так Сделаю Вот Потом Они Каждая Будет В отдельности Уходить То Здесь У Нас Мы Сделаем Соединение В эту сторону Ну Да Вот Таким Вот Образом Мы Даже Можем Вот Этот Кусочек Убрать Чтобы Те Кто Едут Поезда Оттуда Вставали На Ту Станцию Те Которые Едут С Этой Стороны Могли Вставать Или На Эту Или На Эту Сторон И Также Мы С Вами Можем Отдельно Провести Ну Давайте Предположим Где у нас Здесь Заканчивается Железная Дорога Не Ну Здесь Она Заканчивается Но Здесь По Близости Негде Поставить Всякие Домики Вот Здесь Тоже Что-то Непонятное С Этой Железной Дорогой Я Здесь Делал Тоннелем Через Гору Выходящую Сюда Станцию И Здесь Городок Вот Это Было Шикарный Вариант Мне кажется Его бы Многие Оценили Вот Что-то Наверное Вот В таком Плане Сейчас Давайте Нет Поднимем Его Думаю Так Будет Намного Лучше Сейчас Ctrl А Можно Убрать Эту Самое Привязку Убрать 8 9 Здесь Мы Опускаем До Нуля Вот А Вот Тут Мы Включаем Вот Такую Штучку По-моему Она Позволяет Делать Ух 81 1000 Все Это Произойдет За 81 1000 И покажите Мне Нет Она Походу Дела Прямо Ее Не хочет Делать Тогда Какая Именно Была Чтобы Сделать Прямо Я уже Не помню Так Сейчас Подождите Ctrl S Нет По-моему Магнит Все Правильно Не А Он Все Равно Не Так Эх Давайте Попробуем Сами Нет Она Все Равно Даже Если Я Вот Эту Туннелем Мне Очень Нравилось Может У нас Она Все Таки Получится Ну Вот Она Уже А Нет Я Все Равно Там В самом Начале Ну Ладно Ой Как Она Уже Неудобно Так Ставить Уже Начинаешь Теряться Где Как И Что Именно Проходит Опускаем Еще Ниже Для Того Чтобы Она Выровнялась Ну Вот Так Ладно Тут Поднимаем Теперь Главное Чтобы Не ошибиться Насколько Поднимать Чуть Чуть Поднимаем Еще Чуть Чуть Поднимаем И Еще Слушайте Мы почти Что Вышли Уже Из Тоннеля Вот Так Вот Блин Как я хочу Прокатиться По этому Тоннельчику Интересно Там Да Там Темнота Эх Не совсем То Что я Хотел Ну Ладно Сколько Мы там Денег Потратили Эй До Хрена Вот Такой Вот У нас Теперь Путь Давайте Мы его Уж Товедем А вот Здесь Он Блин При Неровной Местности Сразу Тоннель Строит Ну Ты Нехороший Человек Вот Давайте Маленький Пассажирский Где то Вот Так Вот Сейчас Мы здесь Дорожку Проведем Давайте Подальше Чтобы Можно Было Чтобы Было Место Где Поработать Ладно Оставим А то Я тут Слишком Слишком Что-то Здание Нужно Размещать Вдоль Дороги Чем Тебе Недорога Я понял Вот Что Делает Невнимательность Ладно Давайте Дефаут Вот Видите У нас Нигде Где я Оставил Нету Потому Что Я Забыл Забыл Просто Переключить Увлекся Постановкой Одного Второго Третьего И Главное Не сделал Так Это мы Соединяем Давайте Может быть Даже Более Красивым Способом Вот Таким Ладно Вот Так Вот Пока Что У нас Больше Некуда Ити Вот Этот Кусочек Сделан Если Мы Будем Продолжать И Здесь Будет Еще Один Городок Например Стоять Здесь У нас Нету Ни Электричества Ни Воды Но Здесь У них Будет Своя Инфраструктура Давайте Ка Мы Сразу Ж А Ну У нас Еще Нету Никаких Соединений Давайте На этом Сегодняшнюю Серию Закончим Хватит И так Уже Немножечко Помучились 77 Человек Как Быстро Все Люди Нас Покидают Но Это Видимо То Что Я Видел Переизбыток Населения В Вот Этом Офисе Такой Переизбыток Был Наверное И в Домах И Оно Все Начало Уменьшаться Вот Такая Вот Осталось Вот 10 Из 18 Ну Я думаю Из-за этого Как раз У нас И Упадок Населения Легкий Минус Присутствует Но Ничего Страшного Выкарабкаемся Я думаю Здесь мы Сделаем Какой-нибудь Хороший Городок И вот Еще Кстати Вот это Место Я тоже Ни Подо Что Не Сделал Ладно Это все Потом Мы В следующей серии Развиваем Пригород Вот Так Вот Серию Наверное Я назову Все-таки Кризис Ладно Всем спасибо Что смотрите С вами был Тормот Спасибо за Внимание Всем пока Субтитры